Здравствуйте, с вами Марина Романюк. Вместе с моими коллегами я расскажу о главных темах прошедшей рабочей недели. Смотрите в выпуске. Сезон отпусков в разгаре. Как обезопасить свои квартиры от домушников, напомнят сотрудники Росгвардии. Юные легкоатлеты соревнуются в рамках важных для каждого начинающего спортсмена состязаниях, понаблюдал за спортивными успехами Максим Васильев. Рязанские древности, узорочие и архаические символы, многообразие керамического искусства Галины Светаниной на ее персональной выставке, открывшейся в галерее Иванова. Репортаж с открытия. Смотрите далее. Рязанская область стала участником проекта «Большое золотое кольцо России». Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице ВКонтакте. Соглашение о реализации проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Любимов считает, что этот проект поможет малым и средним предприятиям сферы обслуживания справиться с коронавирусным кризисом. «Большое золотое кольцо» – это масштабный многообещающий проект для нашего региона. О необходимости его развития сказал президент в своем послании. Сегодня соглашение о сотрудничестве по развитию этого межрегионального проекта было подписано. Проект позволит разработать совместные маршруты и туристические программы, выстроить логистику так, чтобы туристам было удобно приезжать к нам, а рязанцам посещать другие регионы. «Для наших малых и средних предприятий, работающих в сфере обслуживания, и это станет новым стимулом к развитию, таким нужным после пандемии», – написал губернатор региона. Вместе с нашим регионом в проекте участвуют Тульская, Ивановская, Владимирская, Калужская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. По статистике, сезон отпусков – время максимальной активности домушников. Сотрудники Росгвардии в очередной раз призывают рязанцев быть бдительными и не распространяться о своем отъезде посторонним. Период летних отпусков в самом разгаре, и многие жители региона проводят его вдалеке от своих квартир. Это излюбленное время работы для квартирных воров. Управление Росгвардии Паризанской области дает несколько рекомендаций, как обезопасить свой дом от преступников. Сохранность имущества во многом зависит от того, насколько ответственно, к этому вопросу относятся сами владельцы. Не пренебрегайте простыми правилами, как, например, уходя из дома, закрывайте форточки, окна и двери, лоджии или балконов. При потере ключа замки надо немедленно сменить. Не оставляйте ключи в доступном предсказуемом месте. Можно по договору с соседями установить в подъезде домофон с видеофиксацией посетителей. В Рязани стартовали, наверное, одни из самых главных состязаний для юных легкоатлетов. Мальчики и девочки от 8 до 10 лет выступят в многоборье, а если точнее, в троеборье. В дисциплинах спринтерский забег на 60 метров, прыжки в длину и бег на длинную дистанцию. Максим Васильев о том, как разглядеть будущую звездочку. Шиповка юных – это своеобразный смотр резерва. У этих 9-10-летних мальчишек и девчонок все только и начинается. В гости к Рязанским юниорам приехали ребята из Елатьмы, Корабленоска, Пина. Для кого-то шиповка – первый серьезный областной старт. И это не только проверка собственных сил, но и знакомство с конкурентной средой. На данный момент это соревнование у нас для самых младших. Здесь просто выявить перспективных спортсменов. Опять же, может быть, увидеть у некоторых специализацию какую-то коротким спринтерским бегам, либо к средним бегам. И посмотреть вообще в общем, что у нас на данный момент, какой уровень спортсменов. Для наставников каждый юный спринтер – как открытая книга. По словам заслуженного тренера по легкой атлетике Нины Куделиной, взрывная сила у спортсмена должна быть от природы. Всему остальному можно научить. Главное – распознать способности в раннем возрасте. Шиповка юных для этого в самый раз. Дисциплины всего три, бег на 60 метров, прыжки в длину с разбега и полукилометровая дистанция. Впрочем, все, что нужно увидеть, опытные тренеры в ребятах увидят. Каждый тренер из нас работает через многоборную подготовку. Если мы через нее не пойдем, значит, мы не разобьем такое качество, как быстрота. Во-первых, там координация, быстрота. Ну, сила в таком возрасте, она еще как бы не развивается. Они приходят там, идет в основном многоборная подготовка. Поэтому вот эти соревнования шиповка юных, они подразумевают это. Как раньше было пионерское четырех боли. Это бег 60, средние как бы дистанции, прыжок в длину или прыжок в высоту. Понятно, что результаты у ребят еще далеки от идеальных, ну или хотя бы соревновательных на уровне округа. Тем не менее, шансы попасть в сборную Рязанской области у них есть. Всероссийский уровень шиповки юных это как бы подразумевает. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этой неделе любители и профессионалы отмечали Всемирный день бега. Бег приобрел невероятную популярность в последние годы. Бегать пробуют те, кто ненавидел занятия физкультурой в школе и те, кто был близок к спорту. Ведь помимо прекрасного самочувствия и физической формы, занятия бегом некоторые ученые приравнивают к медитации. С ними согласен и герой нашего следующего сюжета, который однажды пробежался от нечего делать и теперь покоряет марафоны и ультрамарафоны один за другим. Воплощение образа современного директора, бизнесмена, руководителя выглядит так. Со вкусом одетый мужчина всегда в хорошем настроении, лично на связи с каждым своим сотрудником, в курсе всех дел, в постоянном развитии и непременно в прекрасной физической форме. Ведь руководитель должен быть примером во всем. Вероятно, поэтому директор стоматологической клиники Дмитрия Хадикова когда-то увлек именно бег. Началось с подготовки ко всемирно известным соревнованиям Ironman. 4 километра вплавь, 180 на велосипеде и 42 бегом. Дмитрий пробежал дистанцию, которая дается не каждому профи, за 10 часов и 16 минут. Мне понравился бег, то есть я, наверное, год бегал не в удовольствие. То есть я как-то бегал, чтобы цель, результат достичь. Ну как-то надо было бегать, я бегал. А потом бег мне как-то вот в какой-то момент времени стал приносить прям удовольствие. Как медитация такая, ты бежишь, и как-то ты сам с собой, ты получаешь удовольствие от процесса. Впервые Дмитрий побежал в 2015 году. По его признанию, от нечего делать, когда отдыхал в санаторий. В 35 лет он покорил соревнования Ironman. Затем была серия марафонов и ультрамарафонов. У меня три было, получается, ультрамарафонов. В прошлом году это был Суздаль 50 километров, это был Никола Ленивец, тоже там 50 с небольшим. И на закуску в Сочи мы бежали в гору. Там набор высоты был 3000 метров, то есть самая высокая точка была 3 километра. Мы там карабкались, я помню, вот так вот по этой горке. Это было, по-моему, 52 километра, сейчас уже точно не помню, но в горах гораздо тяжелее. И это у меня тоже заняло 10 часов непрерывного бега, и оказалось, наверное, чуть сложнее, мне кажется, чем Ironman. Тренировки 6 раз в неделю – такой же традиционный ритуал, как, например, почистить зубы или позавтракать. День без бега Дмитрий уже не представляет для себя. Я начал бегать утром, где-то там в 6-7 утра, и как раз до работы очень хорошо ты поднимаешь свой уровень энергии. После сна высокий уровень гормонов, стресса, кортизола и адреналина, и поэтому бег, он разрушает эти гормоны, и ты такой прибегаешь домой уже в приподнятом настроении. Я сейчас оставил бег как просто такую ежедневную зарядку, как говорится, десятка до завтрака. Вот. Я когда бежал в марафон свой первый в Москве, мучился, умирал, плохо был готов, и за 10 километров до финиша такая была мотивирующая табличка, я запомнил, это был 16-й год, что, ну, потерпи, осталось всего десятка, которую ты легко бегаешь до завтрака. Вот. А уже было нелегко, потому что 32 километра было позади. Я как-то оставил эту штуку, что десятка до завтрака. По признанию Дмитрия, его мотивирует ставить цели и достигать их. Сегодня его цель – пробежать самые крупные мировые марафоны. За плечами мужчины московский, нью-йоркский, берлинский и многие другие. Ближайшей осенью, 11 октября, Дмитрий отправится на старейший марафон мира в Бостон. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этой неделе рязанцам представили план самых интересных мероприятий предстоящего лета. График пока плавающий, но уже известно, где можно посмотреть кино под открытым небом, а на какой площадке обучиться танцам. Расскажет об этом Валерий Седов. Выставки, мастер-классы и социальные танцы – все эти мероприятия пройдут в рамках проекта «Фестивальное лето». Привычные встречи на почтовой проводить не получится. Тут свою роль сыграли коронавирусные ограничения. Поэтому решили проект изменить. Этот проект объединит четыре пространства. Это «Зеленый театр» и площадка у «Зеленого театра» Центрального парка культуры отдыха. Это «Лесопарк», «Парк Гагарина» и «Сквер Скобелево». Но мы понимаем, что ограничительные меры, они не сняты. И поэтому мы выходим на локальные проекты. Мы уходим от больших массовых мероприятий, но при этом мы создаем настроение. На почтовой будут проходить выставки мастеров-ремесленников и фото-выставки. В ЦПК и О «Акцент» сделают на «Зеленом театре». Здесь будут концертные вечера, а в субботу и воскресенье обещают показывать фильмы. Планируются и живые выступления. Театр драмы и филармония покажут спектакли. А музыкальные коллективы регионального ОМВД и УФСИН сыграют на сцене. Появятся и новые проекты. Одним из первых проектов, которые мы обсуждали, это был проект «Социальный танец», который будет реализовываться на всех площадках. Что это такое? Это такой призыв наших клубных работников к населению города. Прийти в парки и вместе выучить какие-то танцы. Это и здоровье, это и, опять же, возможность коммуникативного общения. Танцы будут разные и на всех четырех площадках. Еще одна новинка – мобильная бригада под названием «Мобильный праздник». Люди будут приезжать в отдаленные уголки города и давать концерт. То есть Никуличи, Семчино, скверки Рамзавода и другие территории без праздника не останутся. План мероприятий будет регулярно дополняться. Спланировать свой отдых можно по анонсу мероприятий в социальных сетях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Только природоохранной прокуратурой было выявлено в прошлом году поле 50 нарушений именно в части атмосферного воздуха по вашим жалобам, заявил рязанский природоохранный прокурор Алексей Секин во время личного приема граждан. Он прошел 2 июня на встрече и мэр города. Быстрецкая, Кольная, Тимуровцев – это только часть адресов, с которых поступают жалобы на выбросы вредных веществ в воздух. Больше всего их из микрорайона Дашкова песочня. Из-за таких выбросов людям ни окон открыть, ни по улице прогуляться. С этого обращения начался личный прием граждан природоохранной прокуратуры совместно с мэром города. В ведомстве ожидаемо ответили, что заявки люди принимают по телефону 55-00-41, а проверки проводят. Были отработаны конкретные предприятия, и это помимо того, что мы направляли для отработки вороны контроля, это и Министерство предупользования, и это и Роспродуктнадзор. Помимо этого, еще и прокуратурами были выявлены предприятия. Значит, были выявлены конкретные источники загрязнения, неучтенные источники выбросов, в том числе и от литейных производств. В том числе нарушения были выявлены и градоображающих больших предприятий. То есть это все было выявлено, это все было оценено, и люди, руководители, юрлицы понесли за это ответственность. Другое обращение оказалось шин во дворе. Рязанцы пожаловались, что эти отходы четвертого класса опасности люди зарывают в полисаднике около своих домов. В части городов это и вовсе запрещено, говорят жители. Вопрос в том, будет ли бороться с этим Рязань. Мэр города Елена Сорокина ответила, что попытки уже были. Давайте мы еще раз устроим такую общественную дискуссию, какое консолидированное мнение, чтобы не ущенить ничьи абсолютные интересы. И тех, кому нравится, и кто там вкладывает душу свою, и тех, кому не нравится. Давайте так, чтобы компромисс какой-то мы нашли. Обсудили и свалку рядом с химволокном. Активисты говорят, что уже несколько лет на этой территории что-то происходит. То есть мусороотходы туда ввозить запретили, а машины появляются постоянно. Плюс рядом течет речка Листвянка. Сотрудники природоохраны прокуратуры ответили, что они уже направили материалы о возбуждении уголовного дела на директора организации. Проблема была в том, что сам комплекс постоянно передавали от одного юрлица другому. Поэтому первая обличительная мера, которую наложила прокуратура, заключалась в том, что до исполнения решения суда передавать комплекс запрещено. Было направлено исковое требование к прокуратуру о вывозе отходов к той фирме, которая является собственником данного имущества комплекса. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации была согласована внеплановая проверка Ростехнадзоров межрегионального, который провел проверку по данным имущественным комплексам. Пришел к выводу, что это все-таки элементы гидрохимических сооружений. И по линии, по части нарушений за содержание этих гидрохимических сооружений также были приняты меры административного воздействия как на должностных лиц, так и на юрлиц данных фирм. Штрафы доходили до 400 тысяч рублей. За незаконное использование земельного участка по ряду исков сумма доходит до 26 миллионов рублей. Сейчас Росприроднадзор проводит проверку, чтобы понять, какой ущерб был нанесен природной среде. Есть предложение раздробить саму территорию в 136 гектаров и отдать в использование другим предпринимателям. В ходе встречи оказалось, что на многие вопросы природоохранная прокуратура реагирует, просто не все освещает. Поэтому Алексей Секин принял решение, что о работе ведомства нужно говорить больше. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязани появились сразу два новых капитально отремонтированных участков автодороги по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специальная комиссия, куда включили и общественников, осмотрела все и визуальных изъянов не вывела. Впрочем, вопросы у проверяющих все же были. Улица Рязанская, район Южного промузла, дорога к нефтеперерабатывающему заводу. Еще недавно одно из самых нелюбимых мест у рязанских водителей. Щебеночно-мастичный асфальтобетон все исправил. Теперь здесь 740 метров чистого полотна. Подрядчики обустроили съезды, тротуары заменили бордерный камень. С пятилетней гарантией. При приемке работ этот асфальт проверяли три дорожные лаборатории. Первая – это дорожная лаборатория подрядной организации. Затем это лаборатория специализированная «Газпромнефть», которая проверяет содержание полимерного бетонного вяжущего. И также проверялась лаборатория дирекции дорог Рязанской области. При приемке работы замечаний по качеству асфальта не было. А это уже улица Братиславская. Участок в 280 метров прямо напротив новой гимназии номер 5. Качеству полотна у общественников здесь тоже вопросов не возникло. Впрочем, реальную устойчивость покрытия, по их словам, можно будет проверить лишь следующей весной, как минимум. Ну и, конечно, в проверяющую комиссию неплохо было бы приглашать представителей ГИБДД, чтобы всем было понятно, где и почему установлены или должны быть установлены искусственные неровности и переходы. Есть рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения. Мы уже обратили внимание, что сделан пешеходный переход, но не освещаем сделанные искусственные неровности. Но в самом начале общеобразовательного учреждения искусственных неровностей нет. Мы предполагаем, что дети, выходя со школы, побегут через дорогу и необходимо ограничить движение. То есть по качеству работы, я могу сказать, только одно покажет время. Вот года через три мы поймем, сделано это качественно или нет. Следующие отремонтированные участки по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани общественники тоже будут проверять внимательно. При этом, по их словам, было бы неплохо выслушивать и мнение жителей местных многоквартирных домов. Для понимания общей картины. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Необычная идея этим летом реализуется в Рязани на радость жителям города и туристам. В областном центре стартовал проект «А у нас в Рязани грибы с глазами». На улицах города уже появились маленькие фигурки грибов. Согласно задумке скульпторов Василия и Полины Горбуновых, это уникальные образы, имеющие свою историю и свой характер. Любой желающий сможет самостоятельно познакомиться с новыми городскими жителями. Рязанский корабейник зазывает горожан неподалеку от торговых рядов, приглашая на прогулку по древнему центру. С него и начал экскурсию известный краевед Игорь Канаев. Первая бесплатная городская экскурсия «Квест», а у нас в Рязани грибы с глазами, состоялась для детей от 7 до 11 лет, из особенных семей. Эти дети – участники оздоровительных сборов, которые традиционно проходят у нас ежегодно, на базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Эти сборы мы организуем с 2012 года для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И в рамках этих сборов у нас ведется различная работа. Это и направлено на формирование здорового образа жизни, расширение кругозор детей, общее оздоровление, посещение различных спортивных и культурных мероприятий. Собственно, вот сегодня одно из таких они и посетили. На главной пешеходной улице Рязани – почтовый, самый большой из серии скульптур «Мужичок-боровичок». По совету Игоря Канаева слушатели экскурсии бросились натирать топор, чтобы сбылись их самые заветные желания. Этот гриб – воплощение рязанца-плотника, ведь именно из-за плотничества жители Рязанской губернии когда-то прозвали «косопузами». У плотников за поясом всегда был повешен топор. Хотя настоящий плотник, он не пузатый. Попробуйте поскакать по строящимся дому, по лесам, да? Да ты последний килограмм вытираешь. Грибная команда на скейте несется по Лыбецкому бульвару. Эти грибы-лисички самые озорные и, пожалуй, близкие по духу маленьким слушателям. Еще две скульптурки «Мудрец» и «Влюбленная парочка» установлены у библиотеки Есенина и у фонтана на театральной. Но для самых юных рязанцев долгие переезды к оставшимся скульптурам заменили на поход в музей «Фабрика игрушек». Здесь ребят ждала специально разработанная музеем грибная программа. Грибные легенды и тайны, интересные факты о грибах, мастерская стеклодува и многое другое. Завершилось путешествие просмотром короткого ролика, яркими грибными фотозонами и мастер-классом по росписи стеклянного гриба. Я, как коренной житель Рязани, как коренной житель этого региона, когда начинаю задумываться о том, чем же наша земля отличается от соседних, сразу вспоминаю, ну, во-первых, конечно, о четырех наших основных ремеслах. Это скобинская керамика, Михайловское кружево, Кадамский венис и Шиловское лозоплетение. И, конечно же, о двух самых, наверное, популярных поговорках, связанных с рязанской землей. Кто-нибудь знает какую-нибудь из... Бегут в глаза. Это самое популярное, абсолютно верно, у нас в Рязани грибы с глазами. Бесплатные экскурсии для всех желающих жителей и гостей города будут продолжены в июне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Для того, чтобы познакомить и наших жителей, и туристов города с этими грибами, мы проводим такие бесплатные экскурсии. Конечно, каждый желающий может сам познакомиться самостоятельно с этими грибочками. И для этого мы сделали такие специальные карты, на которых указали, где же спрятались эти грибы. И потом еще у нас о каждом грибочке рассказ. Итак, мы приглашаем всех познакомиться с нашими новыми жителями нашего города, сказочными жителями грибами с глазами. Записаться на ближайшие бесплатные экскурсии можно уже начиная с четверга 3 июня по телефону 28-04-98. Расписание уже известно и опубликовано на сайте мэрии. 4, 11 и 18 июня экскурсия пройдет в 17.00. 5, 12 и 19 июня в 10 часов утра. Длительность экскурсии – полтора часа. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рождение керамики начинается в земле. Я работаю с глиной, которая миллионы лет лежит в земле в виде неоформленной материи. И вот из нее, извлеченная из темных глубин на свет, стараниями художника создается произведение искусства. Подобно тому, как по мифологическим представлениям многих народов из глины богом был сотворен человек. Говорит Галина Сметанина о своем ремесле, мастерстве, о деле своей жизни. Вторая персональная выставка художницы-керамиста открылась в галерее Виктора Иванова. И заглянуть в магический мир глины может любой желающий. Рязанский фольклор и архаичные образы послужили источником вдохновения для создания объемных композиций. Это серии «Русская песня», «У реки», темами для которых стали народные песни. В серии «Архаичные символы» автор использовала широко известные изображения оленей, всадников, птиц, коней, которые притягивают своей загадочностью и тайной древних смыслов. Источником для создания композиции «Рязанские древности» явились изображения серебряных наручей и складов старой Рязани. Мы славяне, и мы русские. В частности, вот здесь работа, в которой мы стоим, я вдохновлялась мотивами вышивок. Вот эти богини языческие или двуголовые кони – это все мотивы, которые использовались в русской вышивке. Конечно, было сложно их перевести в объем, но тем не менее общий силуэт и стилистику я хотела сохранить, но привнесла здесь что-то свое. В своих работах Галина Александровна использует различные техники, в частности, технику восстановительного обжига. Именно этот сложный химический процесс позволяет добиваться тонких цветовых переходов глазури, имитировать эффект перламутра и акварельной легкости. Непредсказуемый результат, который невозможно предугадать, позволяет создавать абсолютно уникальные, неповторимые произведения. Даже те методы, которые как будто бы новые, на самом деле, как говорят, это хорошо забытые старые. То есть, это те технологии, которые использовались и сто и двести лет назад. Ну, такие, например, как обжиги восстановительного огня – это дровяные обжиги, которые я делаю в деревне. Я продолжила эту работу, и этой весной, вот как только потеплело, можно было начать уже работу в деревне, в печах. Я сделала эти работы. Вот, например, вот эти вот две работы сделаны, около которых мы стоим. Произведения Галины Александровны можно увидеть в экспозиции Рязанского художественного музея, в Московском Всероссийском музее декоративно-прикладного народного искусства, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, в Иркутском областном художественном музее и многих других. На персональной выставке второй для мастера – около 30 работ, выполненных за последние несколько лет. Самые новые и волшебные. Увидеть их можно до 28 июня. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости, больше интересных сюжетов, а также интервью с необычными людьми и авторские проекты на сайте телекомпании и в социальных сетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова